Кто такой продакт-менеджер, чем он занимается, зачем он вообще нужен и каковы его компетенции, которыми он должен обладать сейчас? После 2020 года продакт-менеджер – это практически та профессия, которая так или иначе вбирает в себя всех классных маркетологов, продакт-менеджеров, IT-директоров и прочих ребят или продукт-оунеров, которые раньше четко могли следовать определенным своим функциям, определенным своим задачам в компании или в проекте, а сейчас все. Все. Начинается эпоха крайней неопределенности, и продакт-менеджер, он, ну, менеджер по продукту, он уже всемогущий, он уже может и должен делать абсолютно все уметь и в том числе отвечать за деньги. Самое простое объяснение, что должен делать продукт-менеджер – привести продукт к успеху. Как он это будет делать – вообще не важно. Вот реально не важно, какой у него бэкграунд, чем он там обладает, что он готов или не готов делать и какой у него план действий – вообще не важно, он должен привести продукт к успеху. Конечно же, будут стейхолдеры, которые будут ставить палки в колеса и какие-то препятствия. Конечно же, мы будем какое-то сопротивление встречать на разных этапах и в разных инстанциях. Но тем не менее, это человек, который как просто капитан вот так вот ведет в бой нашу команду. Самое главное, что он еще непосредственно ассоциирует себя с деньгами. По сути, это внутренний предприниматель внутри проекта, проекта, компаний, стартапа, чего угодно, в чем он призван выполнять эту нелегкую функцию. В компании, в любом проекте, в любом стартапе есть куча ребят – маркетологи, аналитики, тестировщики, дизайнеры, бизнес-аналитики и все эти прекрасные ребята между собой обычно вообще никак не дружат. Вот задача продукт-менеджера – подружить их и сделать так, чтобы вся работа этих людей была направлена только на то, чтобы они велись вперед. Мы таких ребят встречаем. Нам иногда звонят, говорят, слушайте, я вот продукт-менеджер, я понимаю, что мне нужен скрам, потому что иначе у меня команда вообще непонятно чем занимается, помогите. И мы помогаем. Но этих ребят немного толковых, они, конечно, тоже появляются в большем количестве раньше, чем несколько лет назад, но, тем не менее, сейчас супер востребована эта профессия, и она все больше требует навыков и компетенции от самого продукт-оунера, и она требует как можно больше навыков и компетенции от самого продукт-менеджера по маркетингу, по аналитике, по IT-бизнес-планированию инфраструктуры и ее проектированию. И, в принципе, наверное, это самое главное, что надо знать. Все остальное – навыки дополнительные. Конечно, IT-навыки тоже не помешают, опыт в создании собственного бизнеса тоже не помешает, чтобы знать все, как это происходит. И реально отвечать за деньги очень сложно, прям очень сложно, но у некоторых получается. Также продукт-менеджер должен отстаивать интересы пользователя, потому что все ребята, которые находятся в проекте, они, скорее всего, работают за зарплату и просто выполняют свои задачи. Ну, естественно, мы при правильном менеджменте делаем так, что все работают на пользовательский опыт, но продукт-менеджер, он, как правило, больше, наибольшим образом туда вовлечен. Так же, как в суде адвокат представляет подсудимого, так же продукт-менеджер представляет интересы непосредственно пользователя, потому что про них часто все забывают. Вот, чтобы они не забывали, продукт-менеджер постоянно фокусирует на этом внимание команды, общается, проводит разные мероприятия, ритуалы со всеми элементами этой команды для того, чтобы выстраивать процесс именно вокруг пользовательского опыта. Важным элементом продукт-менеджмента, естественно, является эмпатия, то есть это сопереживание практически всем участникам данного процесса, от его создателей и разработчиков до конечных пользователей. Это очень важно, потому что обычно в компаниях царит такая суровая атмосфера, если они совсем еще никогда не погружались в современные методологии менеджмента, и если менеджеры были такими суровыми, то как бы не хочется ходить на работу, как на каторгу, где на тебя постоянно давят, а наоборот, стараться, ну, стараться менеджменту стоит выстраивать такую атмосферу, чтобы ребята туда хотели прийти. Это практикуется во всех топовых компаниях Силиконовой долины, в Google, для того, чтобы у ребят не было никаких проблем, чтобы они фокусировались только на работе, чтобы они понимали, что компания их ценит и создает им те условия, причем для этого много не нужно ничего, сейчас расскажу чуть-чуть, и они создают те условия, которые комфортны для человека, чтобы он постоянно там работал, чтобы он хотел оставаться, возможно, даже не хотел идти домой. Для этого нужно просто максимально соответствовать его простейшим потребностям. Хотите игровую приставку? Да, пожалуйста, вот игровая приставка, хотя с ней тоже бывают кейсы интересные, когда... То есть вроде она есть, но ребята потом переживают, что слишком много времени тратится. В принципе, неважно, если цель данного проекта, цель спринта достигается, вообще какая разница, что они там делают. Ну, то есть это определенная свобода, без каких-то жестких регламентов, лишь бы выполнялась цель спринта, цель проекта, цель продукта. И если экономические показатели растут, если они не растут, тогда есть проблемы. Ну, это уже решается на других уровнях, понятно, и немножко другими инструментами менеджмента. Банально, чай и какие-то свежие фрукты тоже могут абсолютно радикально изменить человеку, в принципе, всю атмосферу, в которой он работает. Это делается не просто так, это делается именно с точки зрения эмпатии, для того, чтобы ребятам там, как в проекте, можно было присутствовать, комфортно себя чувствовать абсолютно. Ну и видение проекта. Отдельное видос у нас есть на канале по поводу видения проекта. Вот, пожалуйста, чекните его. Видение проекта – это то, куда проект летит, куда он идет. Product Manager должен убедить уметь и команду в этом, что мы двигаемся в правильную сторону, и непосредственно его стейкхолдеров. Собственно, повлиять на это мнение, возможно, его в какую-то сторону изменить, радикально или не радикально. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на наш канал, заходите к нам на сайт, ходите, там много интересной информации. Мы для вас стараемся, пишем контент и в том числе качайте наше приложение, тоже очень клевое, развивающее. Вы получите компетенции от Scrum Master до Product Manager.